и всем привет ребят с вами стар ванька и сегодня я записываю новый ролик сегодняшний видеоролик посвящен очень значимый значимому событию значимой краски ну и не знаю что сказать не знаю что сказать не знаю какие слова подобрать у меня ступор начинается начинается ступор спустя три года даже можно сказать больше у меня вернулась краска очень интересная краска и сегодня я хотел бы вместе с вами пообщаться обсудить что произошло у нас сейчас что произошло вчера еще прошло это наверное соп 12 с момента окончания гранд-финала я взвесил все свои мысли и принял решение что надо записать что-то интересное рассказать все что на душе не рассказать чуть больше наверное про команду когда-то что-то подобное я уже записывал когда мы выиграли сетапы и те сетапы это была первая победа за долгий период времени до и решил сегодня сделать что похоже рассказать про команду я думаю что многим хотелось бы услышать больше да что часто ребята залетают на стримы залетают на голос вообще там даже ведь и кто близки с кланом интересуются да то есть о том какие функции каждый игрок выполняет в команде ну и вообще такая тема я думаю что интересно интересно многим и мне если например я был бы на месте болельщика зрителя я думаю что мне бы это было бы тоже очень интересно узнать сегодня я хотел бы пройтись по каждому игроку команды высказать свою точку зрения конечно же выразить благодарность вам за вашу безумную поддержку я очень рад и горд наверное даже псков теми ребятами которые до конца верили что вчера мы сделаем этот камбэк но я не знаю я просто я не знаю это в это очень тяжело поверить но но я не знаю как это произошло но не знаю но это очень 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 сложно я думаю что это самый сложный матч который был когда-либо для нас для команды и для меня как игрока который на протяжении уже долгого времени играл в турнирах это был самый самый тяжелый турнир и турнир в котором как капитан как капитан как голова все равно решение я не нашел я не и для меня конечно это печально но сегодня не будем а грустном может быть там ведь попозже где-нибудь еще это выскажу но сегодня не о грустном сегодня мы пройдемся по нашей команде по команде этим поинтерс по той самой команде о которой кто-то очень плохо высказывается кто-то ее хейтит кто-то наоборот болеет любит и верит победы открывая наш замечательный клан и начну я свой наверное разговор монолог с того что для меня в 2015 году когда я побывал в большом количестве разных коллективов не в самом ну наверно наверное коллективы 45 я повидал я повидел очень разного стиля игроков характеров да и сталкивался с безумно большим количеством проблем сам был токсиком который очень много хейтил да там разных игроков за их там неграмотную игру подмечал их ошибки высказывал в лицо то что не особо кто-то любит там слышать и мечтал думал о том что что я хочу 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 собрать свою команду свою настоящую команду которой мы сможем выигрывать сможем добиваться высот в нашей замечательной игре да у нас получится дойти до тех определенных целей которые были у меня на тот момент и с того времени прошло очень много получилось каким-то образом по выигрывать какие-то турниры да там два чемпиона каких-то залетела случайных ну и после всего этого пришло время когда произошли не самые приятные ситуации да то есть все знают может не все но был такой момент в тот момент когда у меня был уже стриг из двух чемпионов подряд мы играли межсландовый чемпионат с новой командой и команду сняли с турнира да то есть мы вышли в топ-8 уже были очень хорошей форме и там ну реально был шанс сделать стриг из трех подряд и добиться очень хорошего результата но команду сняли с турнира я потерял ту уверенность до потерял все что было и грубо говоря начал все заново грубо говоря начал все заново и начал потихонечку спустя период времени собирать обратно этот пазл я считаю что команда команда как целом да то есть для того чтобы все работало и чтобы совершались вот такие вот безумнейшие камбэки которые которые например вот был вчера здесь реально нужен пазл вот прям вот конкретный пазл и вот чтоб он сложился и чтоб произошел этот камбэк нужен реально жесткий костяк да то есть вот если кого-то бы из вот этого вот списка вот здесь вот бы не было бы кого-то вчера ничего бы не произошло но вообще ничего не было ну если мы начнем говорить про вот этих двух замечательных людей то вчера лично вчера что один что второй сделали ту работу которую должен был сделать вот этот вот человек да они нашли решение нашли выход из очень сложной ситуации и это те два человека которых я хотел очень давно в свое время видеть в команде да то есть реальных людей которые не падают духом никогда до последнего сам грант так это вообще я не знаю то есть но это максимально максимальный человек который но я не видел чтобы он нервничал там чтобы он там переживал чтоб он там думал что что-то там не получится там какая-то дизмораль там или еще что-то в этом духе да ну то же самое я бы сказал про мазан мазан с того момента как я первый раз с ним играл до тот самый момент когда там нашу команду отстранилили я на две недели вступил gopro я увидел для себя очень интересного человека который очень грамотно мыслит и понял что рано или поздно мы сыграем с ним мы сыграем с ним и этот человек нам нужен да хоть он и можно так сказать не русские да как бы не не всегда может понять но я думаю что эти языковые барьеры это все ерунда ну вообще ерунда то есть здесь здесь даже это порой ничего вообще абсолютно не решает поэтому за этих двух человек можно говорить много как и говорить вообще в целом про каждого но если вкратце и по существу то это два мозга которые сумели сделать мою работу вчера и я я бы сказал что я ничего не сделал ну вообще абсолютно ничего они нашли решение и вчера мы вернулись из очень сложной ситуации да то есть круто очень круто очень круто понимать что эти игроки есть были со мной в этой сложной ситуации в команде на в этой в этом очень непростом гранд-финале по поводу вот этой вот мышки яс что могу сказать я могу сказать по поводу этого человека индивидуально очень сильный очень жесткий да и если вот его сравнивать наверное с миром counter-страйка да я могу сказать что это simple 2000 какого-нибудь 17 года на то есть чел который думает что соло он может вытянуть все да и думает что ну команды команде достаточно просто сыграть на него и все получится да то есть но порой это так не работает и все таки соло это жестко да то есть я понимаю амбиции человека я понимаю все но порой нужно играть на команду помогать команде не делать хайлайты а брать и выигрывать и этот человек порой делает что-то невероятное просто невероятно мало кто такое может сделать я бы сказал наверное даже никто и этот алёшечка сумел сделать максимум что он мог и главное самое повторюсь сыграть на команду за мишу ну я не знаю что за мишу говорить за мишу мало что можно сказать плохого даже придираться то особо не к чему очень сильный игрок не не раз ты говорил и вчера он тоже внес свою очень огромнейшую лепту о которой я наверное говорить не буду да то есть помимо того что он сыграл эти два замечательных раунда но он сделал очень жесткий кол который который помог нам который помог нам очень сложной ситуации лавс лавс лёня лавс ну давайте про лавс и что-то скажу ну наверное как и мазан это тот самый человек который который породил меня удивил меня я пил команду gopro но буквально на две недели это был тот самый человек который который сдал русский язык да и понимал что я как бы ну нахожусь не в своей тарелочке да и в тот момент он зашел на голос и сказал мне здорово братом здорово я такой ничего себе что это за человек откуда ну и после этого у нас пошло какое-то уже общение в скором времени после этого уже мы начали играть вместе и это но я бы сказал наверное один из самых быстро обучаемых игроков в игре то есть человек который когда-то был обычным рельсоводом и сумел за очень быстрый период времени преобразится и с игрока который где-то сидел на замене и смотрел сверху он стал тем механизмом который в один определенный момент сумел заменить тему в то в дт в другой момент сумел показать то что в сетапах он может играть очень и очень сильно и делать грамотную качественную установку но про его деф на кунгуре вы сами наверное вчера видели как грамотно можно забирать дроповые коробки с карты и просто говорить в конфи пацаны я в дефе нам надо задышить жестко 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 леонид маленьких это тот конкретный пазл о чем я говорил с самого начала это пазл который который сложился без которого сто процентов двести процентов 300 процентов вчера бы не было победы просто не было бы это человек который хотел очень сильно выиграть эти эти хоть и не хотел изначально принимать в этом участие можно так сказать на но за ленечку я уже когда тоже говорил какой он есть на самом деле хоть и вредный немного но очень крутой молодой человек который вчера проделал очень хорошую работу безумно даже хорошую и все получилось артем очка но это артем очка но это просто артем очка это это конкретный чел конкретный чел на то есть за него можно говорить много да и вчера как и любой другой игрок в команде он сделал тоже свой вклад и в целом я с ним уже и знаком давно и нашел его давно и где нашел он тоже знает где нашел я его поэтому поэтому его как и миша наверное самые давние такие ребята с этой команды с кем я вместе играю и именно с ними мы начинали собирать этот весь костяк ас стас трупки лос еще когда он играл в другой команде я видел насколько он жесткий насколько реально чел читает игру и и насколько в моменте он может просто взять и показать всем как надо играть на определенном вооружении о том что он делает в то в дрим тиме я уверен что в сетапах если бы у нас не было такого состава были бы где-то дырки вам бы закрыл бы сто процентов да то есть я уверен что даже в моменте он бог мог бы сыграть не хуже может даже и лучше тех ребят которые играли вчера да это крутой очень очень крутой очень угроза и человек и игрок и до сих пор у меня перед глазами тот самый возврат стас наверно ты не вспомнишь на мостах с этапах не помню правда какой был турнир был очень жесткий возврат очень жесткий одна секунда и его бы не было а он сумел это сделать но он беда был он беда был тот человек наверно которым я знаю меньше всего да и знает вообще каждый на максим очка тот самый максим очка индивидуально очень сильный не только индивидуальный игрок но за которого мало что я могу сказать да я не поиграл с ним много но очень интересный человек хоть и очень скрытый но очень интересный и очень индивидуально сильный сожалению вчера не сумел отключиться но был как говорится на близком контакте и помог чем смог как-то так как-то так друзья как-то так много очень мыслей есть по всему этому поводу да я конечно не знаю насколько это интересно я любитель поболтать за такие тем очки что-то рассказать но смотря на эту краску я могу сказать что этот год как он начинался и как он закончился начинался с третьих мест трех подряд трех подряд третьих мест обидными поражениями при этом у нас было очень много ресурсов было очень много возможностей но не получалось что-то реализовать не складывался пазл до конца третьем сезоне он сложился в четвертом он еще больше сложился убрался маленький пазл чик из этой команды и добавился еще более жесткий пазл чик один такой один один такой небольшой но тот самый который был необходим для вчерашней победы я безумно рад тому что получилось у нас и сделать не знаю что добавить не знаю добавить наверно нужно вам комментариях к этому видеоролику до написать что вы думаете вообще по этому поводу сказать интересны ли вам такие видеоролики до ну и ну и я надеюсь надеюсь что мы еще что нибудь обязательно вместе сыграем у меня друзья на этом все поддерживать видос лайком подписывайтесь на канал нажимайте на колокольчик дабы не пропускать новые видеоролики с вами был мистер ванька всем спасибо за просмотр всем удачи и всем пока пока закроем закроем едем едем давай тасать мусор вот это я понимаю победу на яйцах вот это блять хорошо че банка так как ты победу в прошлом сезоне хотел жёсткая так как ты победу в прошлом сезоне когда блять сосешь поначалу уф ай блэн уф холилплей ой боню я же от того все оооо